Иван Ступак, военный аналитик, сотрудник Службы безопасности Украины в 2014-2015 годах. Здравствуйте, Иван. Приветствую. Да, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что позвали. Скажите, пожалуйста, вот все катаются друг к другу северокорейские лидеры и российские, да? Когда-то, несколько лет назад, когда приезжали руководители Хамаса в Москву, к тому же Лаврову, ну как-то все разошлось на мемы. Они вот встречаются со всякими изгоями, но теперь видим, что совсем не до смеха от этих встреч. Чем опасны контакты Северной Кореи и Российской Федерации вот конкретно в свете этих бесконечных визитов топ-чиновников России в Пхеньян и обратно? Очень простым языком, девочки, против кого будем дружить, да? Объединяются Российская Федерация, Иран, Хамас, Северная Корея. Возможно, кого-то еще найдут все в союзнике. Мы вот здесь, да, мы там за какие-то традиционные ценности, мы за здравый смысл, против неоколониализма, как они говорят, против капитализма, против однополярного мира. Мы тоже на это заслужим. Путин, кстати, вчера на эту тему очень сильно расходился. Мы имеем такое же самое право, как и другие страны. На секундочку, вы же ничего не предложили. Хорошо, окей. США пользуются правом большого гегемонта, да? Но у них же есть предложение, у них есть, там, что мы предлагаем? Защищаем частную собственность, да, вот частная собственность, право нерушима. Пожалуйста, видите бизнес, вот четкие прозрачные налоги, да, хорошие продукты питания. Ну, окей, есть там отдельные вопросы. Чистый воздух, экология. Что Российская Федерация может предложить? Отнять бизнес, да, слезы, боль, похоронки. Вот это может предложить Россия. Северная Корея, Иран может предложить. То есть никакого альтернативного пути нет. И вот они вот, те, у кого альтернативного пути нет, что предложить этому миру, вот они объединяются. Айфон, да, вот там, создали. Ну, сделайте айфон, предложите, что вы сделали. Ну, йотафон, да, вот был, да, вот умер, да, там, 70 тысяч экземпляров было произведено, всего, там, лет за 10, умер, не приходя в сознание. Космическая программа не летает, да. Качество жизни, ну, только в Москве, да, Москва, Петербург, все остальное, это просто Северная Корея, там, на максималках. Смотрите, а вот если мы говорим о помощи, которую сейчас уже оказывает Северная Корея Российской Федерации, да, вот на слуху, вот, это тысячи контейнеров, военного оборудования, боеприпасов, та-та-та и так далее, оборудования, боеприпасы, соответственно, да, скорее всего, речь идет о снарядах, которых мы вспоминали и в этом сюжете, да, который предварял нашу беседу с вами. А насколько это, знаете, история вспомогательная для Российской Федерации? Да, вот, на что она проливает свет? Потому что, ну, мы видим, что Россия пытается перевести свою экономику на так называемые военные рельсы. Мы уже читаем новости, что там хлебзаводы, чуть ли не уже там дроны как-то пытаются на своих линиях, да, конструировать, создавать и так далее. Да, но без усмешек, да, так или иначе Россия пытается выйти на эту войну, которую будет, как мы видим по заявлениям Путина, вести до победного для себя конца желаемого, да. Не факт, что этот конец будет победным для Российской Федерации, но все же, да. Насколько это для России вспомогательная история со стороны Северной Кореи? И что взамен? Ну, смотрите, вот этот вот пассаж до победного конца. А что такое победный конец? Что такое победа, да? Они же до сих пор за вот эти вот два года так и не сконструировали вот эту вот конструкцию смысловую. Где наша победа? Рейхстаг, да, что нам нужно взять? Мы хотим мир желательно весь. Вот вся их победа, вот так они все мыслят, да. Не война, а участие. На данном этапе, мне кажется, Российская Федерация планирует использовать эту помощь в качестве, там, такого колеса запаски, докатки, заплатки, да, чтобы какое-то время пережить, пока не восстановится или наладится производство снарядов, о которых они заявляли. Два миллиона снарядов, которые они анонсировали, мы будем производить. Это при условии, что в жирные времена, когда не было санкций, когда нефть была там 120 долларов за баррель, когда газ продавался там по 500 долларов за тысячу кубов, может даже больше, они производили от полутора миллионов до миллиона семьсот тысяч снарядов в год. Откуда два миллиона взялось, пока непонятно. Возможно, они действительно без усмешек наладили производство, им нужно сейчас раскочегариться. И вот эти поставки из Ирана, Иран, кстати, поставлял, насколько мы знаем, легкие боеприпасы, это боеприпасы к стрелковому оружию, очень много, там, миллионных штук, 15 миллионов, ну, очень-очень много миллионов боеприпасов поставлял. Северная Корея что может дать? Это, как вы говорили, снаряды к артиллерии, снаряды к танкам, это к системам залпового огня советского образца. И вот такой вопрос, а что взамен? Это очень-очень качественный вопрос, очень большой, и он действительно, ну, его нужно раскрыть. В чем нуждается Северная Корея? Вот что дало? В технологии, например, там, центрифуги для обогащения урана, ядерного урана? Вопросов нет, интересно. Может быть, авиацию? Тем более, что Ким Чен Ын ездил на производство, где ему показывали, поправьте меня, по-моему, это был Су-57, да, те самолеты, которых всего там плюс-минус 10 штук, в Российской Федерации такой очень экспериментальный образец, там двигатели даже не готовы. Возможно, авиация его интересует в свете подготовки войны к Южной Корее. Да, вот как они анонсируют, Южная Корея к этому готовится. И вопрос, а насколько долгими будут эти поставки? Не ограничатся ли они, вот как журналисты писали, с августа месяца, да, поставляются эти боеприпасы, но кораблями? Как правило, боеприпасы едут партиями железнодорожными, да, ты загрузил ящик, и вот он едет, а здесь кораблями. Возможно, речь идет, скорее всего, о ракетах, возможно, о каких-то запасных частях, но по снарядам пока, мне кажется, разговоры не пошел. Иван, вот вы и так оговорились, война с Южной Кореей. Действительно, стратегические планы Северной Кореи не меняются. Вот уже десятилетия они находятся формально в состоянии войны со своим южным соседом. Вот в свете происходящего вот этого сотрудничества российско-северокорейского и особенно в свете новой фазы Палестино-Израильского конфликта может ли режим Кима решиться на войну с Югом сейчас? Вы правильно говорите абсолютно, что более 70 лет находятся в состоянии войны. Формально был заключен договор о перемирии, но мирного соглашения между Северной и Южной Кореей не было с 1953 года. И формально они находятся в состоянии войны. Но Южная Корея прекрасно осознает, с каким соседом имеют дело. Они очень сильно вкладываются, тоже последние годы, все годы вкладываются в свою оборонную отрасль. И вот за последние пять лет Южная Корея на 170% нарастила свой экспортный потенциал вооружения. То есть они выходят в мировые рейтинги очень хорошо, там, имеют в виду динамики, и производят большое количество разнообразной техники. Вот даже вот эти крабы, которые идут в Польшу, система самоходно-артиллерийской установки, то есть там много южнокорейских деталей. Я думаю, что подготовка есть. И я думаю, что Северная Корея тоже очень с использованием своей разведки анализирует, а что будет, да, если мы ввяжемся, кто поможет нам. Ну, давайте так, логически. Если Северная Корея сейчас начинает раздавать свои боеприпасы со складов, то вопрос, а как же это собрались в войну ввязываться, да, если вы раздаете что-то, да, вы получаете что-то взамен, но Северная Корея делает же упор на артиллерию. Не забывайте, помните, вот эти бесконечное количество видео, когда стоит там несколько десятков артиллерийских установок северокорейских, они куда-то тут в море, в океан, да, тут стреляют. И вот мы видим, что упор делается именно на артиллерию. Но если вы раздаете свои боеприпасы, систему залпового огня, возможно, в ближайшее время артиллерии, то как вы собрались воевать? Мне кажется, пока это вторжение под вопросом, пока оно не то, что подвисло в воздухе, я думаю, к нему еще не готовы. Ивана, скажите, вот сейчас мы наблюдаем, что эта история развивается, и, ну как сказать, вот мы подразумевали, что это сотрудничество происходит, да, тут выступает Джон Кирби, говорит, мы уже отследили определенное количество фотографий, это большой путь, соответственно, да, северокорейский до Российской Федерации, до определенных пунктов, и тут информация поступила от досье, и там отмечается, что Северная Корея занимается поставками России и ракет, да, речь не идет только о боеприпасах или вооружениях в целом, да, и расследователь ссылается на корабельные документы российского судна «Ангара», который, вероятно, участвует в перевозках из КНДР. И в этих документах, в частности, говорится, что в трюме сухогруза перевозились более 50 тонн ракет с разрывным зарядом, и в качестве пункта назначения указан залез стрелок в Приморском крае, на берегу которого располагается российская военная база «Дунай». И вот, обращаясь к этой информации позиции, озвученной Джоном Кирби, мы и дальше со своей позиции будем раскрывать подобные поставки. А у меня сразу возник вопрос, а можно как-то этому помешать? Какие методы, способы, да, я не знаю, там, связи или какие речаги влияния можно задействовать для того, чтобы, если не прекратить, то точно навредить вот такому сотрудничеству? Ну, тут вопрос, смотрите, какого характера. Окей, можно-то, да, предложить что-то взамен Северной Кореи, но я уверен, что они именно этого и ждут. «Предложите нам более выгодные условия, почему мы должны сотрудничать со странами Запада и не должны сотрудничать с Российской Федерацией». Снимите с нас санкции, да, но тогда это влечет к чему? Что Северная Корея может активнее еще разогнать свою программу создания ядерного оружия. Или, например, та же самая конструкция, связанная с Ираном. «Иран, прекратите поставлять боеприпасы и шахеды в Российскую Федерацию». Хорошо, Иран спрашивает, а что нам взамен? Разблокируйте наши счета, да, вот там огромные суммы денег находятся, которые вы заморозили в европейских банках. Но, с другой стороны, тогда Иран разгонит свой ВПК и будет создавать вообще непосредственную угрозу в десятки раз больше для Израиля. То есть, куда ни кинь, всюду клин. Я думаю, скорее всего, что единственный вариант, ну, как мне сейчас кажется, вот с моей позиции, как мы с вами беседуем, это пытаться уничтожать эти поставки, ну, это Украина должна делать непосредственно на переходе, не знаю, какие-то там диверсионные акции или беспилотники, которые летят, подводные беспилотники, надводные беспилотники, топить эти корабли. Вот, мне кажется, это единственный пока вариант, который взлетает. Иван, вы имеете в виду топить их на поле боя или там при... Нет-нет-нет, на подходе, на переходе, когда эти корабли кружат. Я понял, да. То есть, ну, как мне кажется, единственный вариант, когда их разгрузят, тогда, ну, не получится. Они будут мелкими партиями доставлены на фронт и только на складах, только там их искать, как вариант еще. А что касается вот соседей Северной Кореи, которым угрожает этот агрессивный режим, особенно в такой спайке с российским, подобным по уровню агрессии режимам, это действительно опасная сила. Я конкретно имею в виду Японию. Ну, и давайте тоже и китайскую позицию рассмотрим, особенно в свете того, что конкретно сейчас вот мы с вами говорим, туда все-таки решился полететь Путин. Вот эта конфигурация как может сыграть? С одной стороны, Япония, которая, очевидно, беспокоит северокорейской активностью. И что скажет Китай по поводу такой возрастающей самостоятельности, в том числе военной самостоятельности Кайдер? Ну, вот такая самостоятельность не была бы возможна без молчаливого согласия Китайской Народной Республики. Потому что вспомним визит Ким Чунына, Владивосток, с Путиным они беседовали, то там, не то что на задворках, а на бэкграунде находился член полибюро Китая, вот фамилию не вспомнил, чтобы не коверкать, и он старался не попадать в софиты, вот свет софитов, не попадать в объективы камер. Я понимаю, что он находился с целью контроля, а увидеть воучу, что происходит, какие договоренности, и потом непосредственно доложить членам полибюро Китая и лично Сейдзипеню о том, что произошло, о чем договорились. То есть Китай это все контролирует. С другой стороны, давайте логически с вами рассуждать, что если наращивается сотрудничество России и Северной Кореи, то Япония и Южная Корея, ну не то что автоматически, а максимально будут сближаться с Соединенными Штатами Америки, с коллективным Западом, чтобы противостоять этой УГОЗе. Вот Япония, например, очень активно развивается в ВПК, они даже не рассматривают вопрос экспорта вооружений, потому что нам нужно. И вот у меня когда была беседа с отдельными представителями Японии, они говорят, что мы готовимся на блокаду. Мы готовимся к такому варианту, возможно, что нас будут блокировать, и мы должны какое-то время производить боеприпасы, вести боевые действия без ущерба для нашей обороноспособности. Вот смотрите, Иван, если мы уже, знаете, вот подытожим позиции, которые вы озвучили, вопросы, заданные моим коллегой Сакеном, соответственно, мы будем наблюдать за участием в переговорных процессах Владимира Путина в Китае, соответственно, да, и мы понимаем, с каким багажом переговорным Путин едет на встречу с товарищем Си. Да, это не только с товарищем Ким Чен Ином, но и беседы с Башаром Асадом, с Аяталами, Хаминеи и так далее, Иран, соответственно, Хизбала, Ливан и так далее. И вот если мы обращаемся взор к Китаю, соответственно, не берем во внимание сейчас противостояние Израиля с группировкой Хамас. Берем именно вот расклад, который касается противостояния Российской Федерации и Украины, соответственно. А вот Китай, товарищ Си, как вот на это все смотрит, если без него, без его соглашения даже о поставках или контактах между КНР и Российской Федерацией, ну, мы не можем говорить, и, соответственно, если мы подытожим эту историю, то Китай, вот как на это смотрит? С учетом того, что тоже он боится, скорее всего, попасть в определенные ограничения, которыми грозит цивилизованный мир в отношении КНР, в частности, Вашингтон, если будет непосредственно принимать участие или очень сильно помогать Российской Федерации в этой войне против Украины? Ну и так, мы с Вами еще раз предполагаем, мы же не понимаем, да, о чем там... Мы анализируем, Иван, да, да. Да, да, какие шахматы раскладывает себе японская сторона, или, прошу прощения, китайская сторона. Но как вариант, вот давайте так, вот что можно предположить? Первое. Чем больше влезает Российская Федерация в Украину, например, со стороны Китая, да, чем больше помогать России, Бог, лучше туда влезает, тем больше Соединенные Штаты вынуждены помогать Украине, тем больше передавать боеприпасы в разной технике, и в Исна же, да, там истощая свои запасы, тем более, ну, таким образом, по мнению китайской стороны, США ослабевает, но в то же время Китай свои боеприпасы не передает, ну, пока, пока не было таких подтверждений. Мощь китайская сохраняется, а теперь США вынуждены работать еще и для Израиля. Ну, как, не то, что даже работать, помогать Израилю, расфокусироваться теперь на Израиль, а там еще и Тайвань есть, вот еще Северная Корея с Южной Кореей, то есть пока вот для Китая все выглядит очень неплохо, их главный противник расфокусирован, но вот буквально вчера появилось сообщение о том, что американское правительство рассматривает экстренный вопрос о том, чтобы либо ограничить, либо запретить экспорт технологий, вернее, не технологий, так, технологий и микроэлектроники для работы искусственного интеллекта в Китае, чтобы Китай не смог развивать свои программы искусственного интеллекта. То есть это уже такие первые серьезные птички в направлении ограничения Китая. Спасибо вам большое за разговор, за этот анализ в эфире телеканала Freedom. Да, следим, следим за тем, что происходит. Иван Ступак, военный аналитик, сотрудник СБУ в 2004-2015 года.